Здравствуйте, с вами компания Лисебиржа. Сегодня мы расскажем вам о важности шлифовки древесины. Если вы заинтересованы в том, чтобы краска легла идеально ровно, чтобы прослужила заявленный срок службы, процедура шлифовки обязательно. Как правильно шлифовать вагонку и другие пиломатериалы? Сегодня мы вам не только расскажем об этом, но и покажем. Итак, если материал не был ранее окрашен, то можно взять вот такую аксцентриковую машинку, которую я держусь в руках. Какой абразив нужно использовать? Это зависит от задач. Если наша задача вскрыть поры дерева, чтобы обеспечить глубокое проникновение грунтовки, а это необходимо для наружной отделки, то используем вот такие вот круги с абразивом 80. Шлифуем и получаем шершавую и неровную на ощупь поверхность. Такую доску красить еще нельзя, иначе никакой эстетики нам не видать. Краска ляжет неровно, а если это лаки, полупрозрачные лазури или масла, то проявится все, что нацарапал грубый абразив. Поэтому берем зерно 150-е и шлифуем еще раз. Да-да, еще раз. Именно так. Для того, чтобы грунт глубоко проник в поверхность доски, мы вскрыли ее грубым 80-м абразивом. А чтобы краска легла ровно, не проявились царапины от грубого абразива, мы использовали 150-й, более щадящий. Для вагонки внутри дома можно использовать только 150-е зерно. Ведь внутри дома нет агрессивных факторов, таких как дожди, сезонная смена погоды, температуры и так далее. Поэтому там важна именно эстетика. Смело шлифуем только 150-м зерном. А что если наша задача снять старую краску с поверхности? Для этого мы используем вот такой инструмент болгарка с грубым, опять же, 80-м абразивом. Работа эта, конечно, пыльная, поэтому обязательно используйте респиратор и очки. И да, кстати, для того, чтобы удалить старую краску с поверхности, абразива вам понадобится немало. После того, как старая краска удалена 80-м зерном, берем, опять же, эксцентрик с зерном 150-м и выравниваем поверхность. Этому этапу после работы болгаркой нужно уделить особое внимание. Болгарка – грубый инструмент, оставляет на поверхности дерева много царапин. 150-е зерно и эксцентриковая машинка выравнивает поверхность, сделает ее пригодной для дальнейшего окрашивания. Предварительный этап выполнен. Грунт нанесен, высох, а затем мы нанесли еще один слой краски. Что же мы можем наблюдать? Поднятый в некоторых местах ворс, особенно на хвое, особенно в районе сучка, да и на лиственнице бывает ворсит. Чем это чревато? В масле, краске и лазури содержатся окрашивающие частицы – пигмент. При повторном окрашивании частички пигмента задерживаются на дереве. И там, где их больше, либо будет некрасивое шершавое пятно при укрывной схеме покраски, либо некрасивая пятнистость при покраске полупрозрачными составами. Кстати, пасты мы используем как на микс. Поэтому в обязательном порядке делаем промежуточную слифовку вот таким бруском с зернистостью 150, который с легкостью стряхивает поднявшийся после покраски остекленевший ворс. Итак, запоминаем. Если хотим качественно, если хотим красиво, то все этапы при покраске нужно соблюдать. А как еще? Все хорошее требует усилий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!